Всем привет! Сегодня мы поговорим о гарантии. О гарантии в китайских магазинах рассмотрим с вами Гербест и Алиэкспресс. Многие боятся покупать в китайских магазинах, так как переживают, что вот мы там что-то купим, а оно сломается через какое-то время и что потом с этим делать? Ну собственно вот это произошло вот с этим браслетом от Xiaomi Mi Band 2. Этот браслет был куплен в прошлом году как подарок Ольге на Новый год. И вот совсем недавно он сломался, он просто перестал работать. Вообще он подключивал еще изначально, у него батарея мало держала, но под конец он стал неправильно считать шаги и потом выключился и все, и перестал включаться. Зарядка не идет, оставляли даже его на неделю в подключенном к зарядке. Но бесполезно. Браслет приказал долго жить. Магазин Гербест на все свои товары дает стандартную гарантию 1 год. Это если не указано что-то иное в описании к товару. То есть если там указана, допустим, гарантия 3 месяца, 6 месяцев, может быть 3 года, то это будет действовать та гарантия. Если ничего не указано, то действует гарантия 1 год. Это все написано в правилах магазина Гербест. Тут у нас прошло месяцев 7, где-то 8, 8 даже после покупки. И поэтому я обратился в магазин Гербест, открыл тикет, где написал, что вот этот браслет перестал работать и спросил, что мне с ним делать. Прислать его к ним, либо что-то еще. Ну, вы видите, то, что я написал. И на следующий день получил ответ от службы поддержки Гербеста. Где меня спросили стандартные вопросы. Ронял я его, мочил. Попросили дать фотографии. Сделал я фотографии. Также я снял видео, где подробно так на камеру его покрутил, повертел, вытащил, показал, что он не поврежден нигде. Подключал к зарядному устройству. Ну, где было видно, что он не заряжается, никак не реагирует. Видео они просят отправить по почте, по электронке. Но, когда я это сделал, просто открылся второй тикет. И потом мне пришлось с поддержкой общаться, что вот, вот тот тикет, это как раз мое видео. Поэтому, если вдруг у вас случится, и вам надо будет заснять видео, вы не открывайте сначала тикет, а сразу просто в письме все это описываете, прикладываете видео. И тогда им будет проще. Также я загрузил на всякий случай видео на Яндекс.Диск и дал им ссылочку на это видео. И вот проходит еще один день, и я получаю от них опять вот такое письмо, где опять они спрашивают, может быть, я его ронял, там, мочил, еще что-то. На что я ответил, что не ронял и не мочил, естественно. Ну, и к тому же, что вообще-то это фитнес-браслет для спортсменов. Он не боится ни ударов, ни воды, ничего он не боится. И никаких повреждений на корпусе нету. То есть молотком я его не бил. И на следующий день я получаю уже конкретный вот ответ, что, естественно, им жалко. И они предложили два варианта решения этой проблемы. Первое, что этот браслет остается у меня. И они мне возвращают 13 долларов на мой кошелек в Гербесте. Плюс еще дают мне бонусные баллы. И второй вариант, это я им должен через PayPal заплатить 13 долларов, и они отправят мне новый браслет. Здесь вы можете подумать, что что это платить там за отправку. Дело в том, что обычные стандартные условия, которые действуют во всех магазинах, в любых магазинах, я должен сначала отправить этот браслет им обратно. Они проверят его, во-первых, дождутся, получат его. После этого они проверят, действительно ли он не работает, действительно ли есть брак. Возможно, отправят его на завод-изготовитель. Те тоже там будут мурыжиться. То есть пройдет очень много времени. Только после этого они высылают новый товар. Но, во-первых, нужно отправить посылку в Китай. Вот такого браслета, я узнавал на почте, обходится где-то в 10 долларов. Плюс надо ждать. Когда они его получат, пока рассмотрят, проверят. И отправят обратно, опять надо ждать. Поэтому, то, что нет варианта, что отправить обратно, они мне пришлют новый, для меня это даже плюс. Но из этих вариантов, я остановился на первом варианте. То есть возвращаете мне 13 долларов, плюс бонусы. И я просто сделаю новый заказ. Почему, на мой взгляд, этот вариант лучше, чем второй вариант? Во-первых, это новая покупка. То есть я могу использовать бонусы, которые у меня есть, и я не первый раз покупаю в этом магазине. Плюс ко всему, я могу также использовать опять кэшбэк. То есть верну часть денег от покупки. То есть мне это в любом случае выгодно. И вот давайте посмотрим. Вот я сделал заказ. Браслет на тот момент стоил 22 доллара 59 центов. Я оплатил, естественно, доставку быстрой почтой Азербайджана. Мне она больше нравится. То есть не выбрал самую дешевую доставку. Также я заплатил страховку обязательно. И использовал свои бонусные баллы, которые у меня там были. То есть вот 124 балла. В итоге я заплатил деньгами всего 9 долларов 83 цента. То есть вот 13 долларов они мне вернули. Плюс доставка, плюс страховка, минус бонусы, минус вот этих 13 долларов. Получилось 9 долларов 83 цента. То есть это та же самая сумма, даже немножко меньше, чем я заплатил бы на почте, если бы его отправлял. Плюс ко всему я получил с этого кэшбэк. Кэшбэк я получил с полной стоимости. Итак, я сделал заказ, оплатил его. И там через пару дней мой заказ был выслан. Нового браслета. И вот прошло 8 дней. Сегодня на почте я получил вот эту посылку. Которая пришла на редкость быстро, 8 дней. На этот раз, ну, почта Азербайджана всегда классно работает. Ну, на этот раз не подвела я почта России. Не отправила его опять во Владивосток или в Мурманск, как у них часто бывает. Давайте откроем. Видите, новенький запечатанный. Ну, естественно, это же новый заказ. То есть, в принципе, я мог его и не покупать, а просто купить что-то другое. Ну, так как браслеты нам эти очень нравятся, мы ими очень довольны. Да. То, естественно, взяли браслет. Плюс ко всему, вот этого второго варианта. У меня вот это все осталось. То есть, у меня остался шнурочек, который тоже стоит денег. Причем он не поддельный, это же оригинальный, фирменный и сиомишный. И браслет, который тоже стоит денег. Ну, и коробочка под что-нибудь там, под винтики, бултики. На него посмотрим. Естественно, все новенькое. О, сразу работает. То есть, он приехал даже неразряженным. Вот такая получилась гарантийная замена в магазине Гербест. Ну, а теперь ответ на вопрос, почему я не купил это все в нашем магазине. Ведь тут гарантия. Ну, начнем с того, что в наших магазинах этот браслет стоит уже не 1200 рублей, а он стоит уже 2500 рублей. В интернете можно найти его за 2000 рублей, но это без доставки. В наших магазинах. То есть, все равно придется платить за доставку. В итоге, дешевле, чем 2500, все равно никак не получится. Ну, может быть, 2400 там выйдет. Если он сломается у вас здесь по гарантии, вам придется нести его в этот, ну, в магазин, где вы купили. Либо отправлять его почтой. Тут магазин, если вы через интернет купили. Никто сразу вам его не поменяет. Его отправят в сервис-центр и будут там долго морочить голову. Значит, по закону на это отводится 40 дней. То есть, ну, месяц все равно проходит, как ни крути. То есть, месяц у вас все равно не будет браслета. То есть, головной боли даже больше, чем решать этот вопрос с Гербестом, времени вы потратите на это тоже больше. Ну, и денег вы потратите на 1000 рублей больше. Именно поэтому, не бойтесь покупать такие вещи в Китае. Гарантия есть в Гербесте. Отлично работает. Все на высшем уровне. Все очень быстро. Я остался очень доволен. Ну, и по поводу Алиэкспресса. Алиэкспресс это не магазин. Это базар, торговая площадка, где куча-куча много разных продавцов. И вот такой гарантии в Алиэкспрессе нет. Там иногда на некоторых лотах можно отдельно доплатить, купить, выбрать опцию гарантию. Там на один год. Местную гарантию. Но это стоит дороже. И опять вам надо его отправлять обязательно. Ну, вас снова в Москву отправляется. Ждать. И только после этого вам вышлют новый. При этом все равно это стоит дороже. Ну, а где этой опции нету, вот в Алиэкспрессе, то там и гарантии нет. Там гарантия только на то, что вы получите свой товар. И получите его рабочим. То есть, если вы не получили, вам возвращаются деньги. Если вы получили, оно не рабочее. И вы сможете это доказать. Это очень важный момент. Сможете ли вы доказать. Тогда вам вернут деньги. А если вам прислали не то, ну, тоже там под вариантом все. То есть, могут всю сумму вернуть, могут половину, могут немного и обмануть. Если попросят выслать обратно. Такие случаи тоже есть. Гербест намного в этом плане защищенней. Намного выгодней. Ну, и вот эти браслеты, если сравнивать, то в Гербесте эти браслеты стоят намного дешевле, чем в любом другом месте. Чем на том же Алиэкспрессе, в Бангуде. То есть, самая выгодная цена на этот браслет именно в Гербесте. Ну, и гарантия шикарно работает. Идеально. Вообще, я доволен. На этом все. Я с вами прощаюсь. Ссылочка на этот браслет. На магазин Гербест. Будет под этим видео. Не бойтесь. Покупайте, заказывайте. Браслеты шикарные. Мой уже второй год. Даже не поцарапанный. Хотя, ношу его на руке каждый день. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. И не бойтесь покупать в китайских магазинах, интернет-магазинах. Ну, особенно в таком магазине, как Гербест. Проверено. Надежно. Можно. Пока. Субтитры подогнал «Симон». Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон».